Привет! Ну что, сегодня мы же в Стамбуле, поэтому привет вам из Стамбула, и мы хотим поехать сегодня посмотреть историческую часть Стамбула. Я не знаю, Стамбул очень огромный, европейская часть, её, наверное, всю можно назвать достопримечательной, исторической. Там очень много всего, что можно посмотреть, но мы здесь ненадолго, мы тут ещё по своим делам, поэтому у нас очень мало времени, и что-то нужно выбрать, что посмотреть. Мы сейчас решили поехать в район Султан Ахмед, это историческая часть города, там находится Голубая мечеть, площадь Султан Ахмед, собор Святой Софии. Мы хотели взять экскурсию, но, если честно, мы всё-таки с Анютой, опять-таки, экскурсии здесь на какие-то мне всё время попадались 4 часа, 6 часов, но это очень утомительно для нас, тем более жарко, поэтому мы хотим сейчас на автомобиле проехаться. Я забила в навигаторе Голубую мечеть, поедем, посмотрим, и всё вам расскажем и покажем, поэтому поехали вместе с нами. Ну что, вот мы приехали в район Султан Ахмед, смотрите, нас ведёт навигатор такими улочками, и мы немножко в шоке от мусора, который здесь находится. Непонятно, здесь, видимо, какой-то или рынок, или что-то, что-то днём есть, потому что всё сейчас закрыто, и всё просто в мусоре. Вот, смотрите, какие мешки с мусором. Мы сейчас вот пытаемся выехать, забила в навигаторе Голубая мечеть, но как-то она нас так ведёт, прям такими странными местами. И очень много людей там на центральной улице, ой, там едет встречка, один пытается сдать назад, в общем, куда-то мы заехали, реально такой, такой зрелищный райончик. Ну что, вот мы приехали, да, навигатор завели по новой, потому что припарковаться не смогли, что-то тут тяжело с парковками. Сейчас посмотрим, может, возле самой Голубой мечети будут парковки. Мы нашли там местечко и просто припарковались. К нам подошёл парень и говорит, что... На, предлагают шубы нам. Говорит, что можете припарковаться здесь сегодня, а завтра нет, потому что завтра тут магазин будет работать. Так, ну вот, мы вышли на такую площадь. Вот здесь есть голод-обелиск. Вот он, высокий. И есть ещё один обелиск с египетскими иероглифами. Я нашла, что это обелиск Феодосия. Был воздвигнут в 15 веке до н.э. по приказу фараона Тутмоса III. А в IV веке нашей эры его транспортировали на территорию современного Стамбула и установили на ипподроме. Ипподром — это площадь центральная на Султанахмете, в районе Султана Ахмета. Вот идём, ищем Голубую мечеть. Здесь идёт реставрация за деревьями. И вот, вот этот обелиск Феодосия. Вот на нём египетские иероглифы. Тоже он здесь ограждён. Вот здесь пешеходная зона. Вот также бронзовый монумент. Ну что, Голубая мечеть похожа на реконструкции. То есть вход, войти туда можно, вовнутрь. Но она уже сейчас закрыта, она работает до 7, сейчас уже 7. Но, видите, внутри там... Мы, во-первых, сейчас обойдём, поймём, где туда можно зайти, где вход. Но вот то, что мы видим сейчас, то точно такое впечатление, что она на реконструкции. Вот площадь ипподром. Здесь достопримечательности района Султан Ахмед. Вот, продаёт кукурузку, каштанчики. Я не знаю, мы всё никак не попробуем эти каштанчики. Людей тоже достаточно много. Но такой скупченности, конечно, нет, как на площади Таксим. Ну, пусть берёт. Предлагают экскурсии по Босфору, говорит русский гид. И наш папа решил взять. Да. Сейчас узнаем. Пойдём посмотрим, что вот это вот за здание. Потому что, знаете, я читала информацию перед тем, как сюда ехать, всё. Но когда ты читаешь и просто это смотришь в гугле, ну, ты не воспринимаешь это настолько на взгляд, как вот ты пришёл, посмотрел, подошёл, почитал, что это запомнить сложно очень. Так, вот здесь очень интересно, что здесь есть везде вот такие вот это здание. Такие обелиски, как их назвать, с надписями. Но они, конечно же, на русском здесь нет. Здесь есть на турецком, на арабском. И вот хочу найти на английском, а на английском нет. Вот на английском. Где? Это не английский. Это... А, вот на английском. Так, значит, это министерство земельной регистрации и кадастра. Вот, что это. То есть это государственный орган. Так, ребят, мы что-то совсем запутались. Смотрим вперёд. И там ещё мечеть. И вот у меня есть подозрение, что вот там тоже что-то похожее на голубую мечеть. Правда, она розовая и голубые купола. Сейчас мы пойдём посмотрим, потому что реально что-то мы запутались. Потому что здесь же ни одна мечеть. Вывесок нету. Сейчас вот мы добираемся. И я сейчас посмотрю. Вот когда ты первый раз здесь всё ходишь, смотришь вот сам без экскурсии, то понятно, что ты ничего не знаешь. Всё и ходишь и ищешь сам. Когда, конечно же, есть экскурсовод, экскурсовод приведёт и всё расскажет. Поэтому, наверное, я бы рекомендовала всё-таки брать экскурсовода в Стамбуле. И это будет быстрее, интересней, плодотворней. Вот двухэтажный автобус. И вот эта площадь и подром. Наконец-то мы добрались до её сердца. То есть там она начиналась. А вот она продолжается. И вот здесь голубая мечеть. Смотрите, как красиво. Какая красивая площадь и подром. Крашеные белые заборы. Такие маленькие. Что? Я заметила, что тут много кто приходит на пикник. Ну, не на пикник, просто посидеть, отдохнуть. Смотрите, сколько людей. Тут есть лавочки. Там вон фонтаны внутри. Да, это мечеть Султан Ахмед. То есть она там внутри немножко на реконструкции. Вот такая красивая мечеть. То есть, видите, тут на этой площади всё, всё рядом, всё вместе. Вот мы приехали, и сейчас посмотрим. Но тут интересно, серьёзно. Мне очень тут нравится. Тут красиво. Так всё прям привлекает к прогулке. Всё очень мило. Если площадь Таксима, она такая, наверное, я не знаю, скупченная какая-то. Как-то много людей там. То есть здесь людей много, но за счёт расстояния, за счёт большой площади, как-то всё равно люди расформироваются, и нету скупченности. Вот прям. Вот, смотрите, лавочки. Такие перед мечетью Султан Ахмед. Сейчас мы с Анютой. Тут есть вход в неё. Сейчас пойдём посмотрим, сколько стоит вход. Вот, видите, тоже здесь площадь, тоже сидят люди. Ну, не площадь, а место такое для отдыха. И смотрите, сколько людей. Сегодня суббота. Может быть, связано с этим. Такой поток людей. Но мне кажется, что в Стамбуле постоянно потоки людей, потоки туристов. Мечеть открывается в 8.30. Тут время есть, когда она открывается, когда она закрывается. Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед. Видите? Всё-таки есть реконструкция, да. Что-то там закрыто. Работает она до 7, уже она закрыта. Можно погулять только вокруг. Пойдём, Анютка. То есть, вход свободный. С нас никто никаких денег не брал. Мечеть Султан Ахмед – это первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает 6 миноретов. Четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. То есть, мечеть, голубая мечеть, расположена на берегу Мраморного моря. То есть, отсюда... Тут уже не Босфорский пролив, а Мраморное море. Видите? Вот она. Такой тут красивый парк. Вот минореты. Вот, вернее, один из миноретов. Вот. Тут бы, конечно, сверху бы это всё снять. Но с дроном есть свои вопросы. Вот ещё один минорет. Да. Там закрыто написано. Вот. Мечеть закрыта для посетителей. Архитектура мечети сочетает в себе два стиля. Классический османский и византийский. По легенде, султан приказал построить стандартное количество. Это четыре золотых минорета. Но архитектор что-то напутал и построил шесть миноретов. Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана. Для строительства мечети был использован камень и мрамор. Название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству более 20 тысяч белых и голубых изникских керамических израстов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Керамика доставлялась из изникских фабрик, которые славились своим качеством. Ахмед I приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры и запретил вывоз продукции на другие строительства, вследствие чего дела фабрики пришли в упадок. И следующее место, куда мы отправились, это Собор Святой Софии. Это бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ Золотого века Византии. Официальное название на сегодня Собора Святой Софии – это Большая мечеть Айя-София. Во времена Византийской империи Софийский собор находился рядом с Императорским дворцом. В 1453 году, после захвата Константинополя османами, собор был обращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2020 году он снова стал мечеть. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире, вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Ну и вот мы добрались до собора Святой Софии. Смотрите, как он красивый и величественный. Такой прям впечатляет. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим внутри. Так, ну что, вот мы заходим. То есть вход тут тоже свободный, похоже. И вот стоят сразу же экскурсоводы, которые хотят... Не-не, спасибо. Предлагают сразу, видите, тут турки русскоговорящие говорят, недорого. Можно взять, он вам тут все расскажет. Мы просто не настроены сейчас на экскурсии. Ну и плюс, мы посмотрим сами. Нам так на данном этапе лучше. Так, ну вот, смотрите, как это все выглядит изнутри. Такой дворик. Такая беседка позолоченная. Прямо вовнутрь заходят все? Что, пойдем, а мы вовнутрь? А вон, смотрите. Моют ноги люди. Перед посещением мечети. Да, наверное. Мы просто не знаем всех законов. Как правильно ходить в мечеть. Поэтому, если кто-то знает, напишите. Интересно послушать. Все, мы сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что там. Ну что, не пустили меня в собор. Сказали, что нужно покрыть голову. У меня нет с собой платка. Поэтому, почему-то я думала, что больше это как музей. Даже не подумала о том, что нужен платок. Ну, тут наверняка, может быть, где-то и можно взять платок. Но имейте в виду, что нужно покрывать голову, и длина юбки или платья должна быть ниже колен. То есть, выше колен не разрешают. Все строго. Так что, вовнутрь мы не попали. Идем обратно. Так, следующая достопримечательность. Хюрем султан Хамам. Это строение, история которого насчитывает около 450 лет. Это сооружение открыло новую эру в архитектуре турецкой бани. И стала первая постройка, где женские и мужские отделения находились на одной территории. Сулейман Великолепный велел Мимару Синану построить турецкую баню в 1556 году. Вот так. То есть, все здесь на одной территории. Реально все достопримечательности. Тут даже, смотрите, уже даже есть кафешка на территории хамама. Вот, смотрите. Оно тоже тянется. Это, получается, оно между Голубой мечетью и Собором Святой Софии. Вот цены. Видите, как раз можно почитать. Суп дня 16 лир. Блюдо дня 52 лира. Турецкая пита с сыром 46 лир. Шпинат и фета сыр в пите 47 лир. Лимонад 22 лиры. Хочу найти турецкий кофе. Турецкий чай 7 лир. Турецкий кофе 15 лир. Чикен донор 50 лир. Грилл митболлс. Это котлетки, да, как бы так. 68 лир. Тут продают вот мороженое. Сейчас хочу пройти, показать вам с обратной стороны, как выглядит этот хамам. И мы хотим пойти на следующую достопримечательность. Ну, тут прям вообще действительно очень крутое место. Вот я думаю, что все-таки начинать знакомство с Стамбулем. Нужно начинать вот с района Султан Ахмед. Здесь, видите, собраны очень многие достопримечательности Стамбула. То есть вот этот хамам. Это как уже пристройка, да, идет. Ну, смотрите, она тянется, тянется до конца. До голубой мечети, вернее. Вот. Вот это хамам. Так что однозначно не знаю, как насчет того, чтобы здесь остановиться. Но, в принципе, я думаю, можно в этом районе остановиться. Будет очень удобно попутешествовать и посмотреть достопримечательности. Особенно, если немного дней. Ну, вот, действительно, у нас очень мало дней, очень мало времени. Поэтому... Ну, у нас авто. Мы на машине передвигаемся. Поэтому мы сюда приехали на авто. И ходим без экскурсии, все смотрим. Следующая достопримечательность, на которую мы идем, это дворец Тапкапы. Тапкапы – самая посещаемая достопримечательность Стамбула. И второй по посещаемости музей всей Турции. Так как мы приехали вечером, к сожалению, вход в дворец Тапкапы закрывается в 18.00. Такую информацию я прочитала на сайте. Информация эта может меняться. В зимние часы дворец Тапкапы работает с 9 до 16 часов. А в летнее время, вот сейчас, на сайте информация висит с 9 до 18.00. Последний вход в дворец Тапкапы можно осуществить в 17.00. Поэтому расскажу вам немножко интересной информации об этом дворце. Дворец расположен на высоком мысе Сарайбурну. С его красивых террас видно оба берега Стамбула. Здесь работает кафе и ресторан с видом на Босфор. Султан Мехмед Фатих, второй завоеватель Константинополя, положил начало строительству дворца в 1465 году. Дворец Тапкапы возводили несколько десятилетий в центре Стамбула, где смешиваются воды Золотого Рога, Босфора и Мраморного моря. Площадь комплекса со всеми дворцовыми постройками и территориями составила около 80 тысяч квадратных метров. В первые 50 лет в Тапкапы не было гарема. Султанский гарем размещался рядом, в изразцовом павильоне. Однако в 16 веке Хюрем Султан Арксалана добилась переноса гарема в Тапкапы, чтобы быть поближе к Сулейману. Так строительство гарема Тапкапы при Сулеймане Великолепном Пермам стало крупнейшей перестройкой дворца. В дальнейшие века дворец еще достраивался и обогащался. В 1923 году, когда власть получила Турецкая республика, а империя османов конула в лету, Тапкапы стал музеем. В наше время дворец Тапкапы ежегодно посещает как минимум 2 миллиона туристов, а это делает его самой популярной достопримечательностью Стамбула. Такая информация, информационный стенд с фото. И написано... Исторические места Стамбула. Голубая мечеть, ну, Султан Ахмед, собор Святой Софии и... Здравствуйте! Тапкапи дворец. Находится под защитой ЮНЕСКО с 1972 года. И вот кафешка, смотрите, какие-то домики такие тут. Вот кафешечка уже закрыта. Вот там садовник поливает цветочки. То есть можно здесь попить кофе. Вот дворец огражден такой огромной, высокой стеной. И вон, смотрите, мраморное море. Летят чайки там вдали. Ну, тут прям очень красиво. Вот мы идем, идем вдоль стены. И такой дом, обшитый деревом. Такой необычной конструкцией. Это типа конструкция... Конструкция Китая. Как Китай, да? Такой красивый домик. Отель. Вот мы дошли. Это отель Валид Султан. Хм, вообще такой интересный. Смотрите, идет вниз стена. То есть это все идет дворец Тапкапы. Он такой огромный. Сейчас посмотрим, до куда мы дойдем вниз. Слушайте, чайки кричат. Так, а здесь вот направо идет такая улочка. Такая узкая с ресторанчиками. Вот видите, здесь такая старинная часть Стамбула. Так как нам и обещал Гугл. Да, такси есть. Вот, здесь есть отели. Прямо рядышком. Видите? Премис. Отель. Ой, да, там стена идет. Сам вот здесь суши-ресторан по пути, но он пустой. То есть вдоль стены прям идет дом построенный. Интересно, это его когда построили-то? Здесь вот есть лавки с полотенцами продают. Халаты, полотенца. Сразу же пробочка, видите? Узкое место и пробочка. Идем мы обратно вверх. Спустились вниз. Там такая улочка идет. Мы не захотели спускаться. Тем более там как-то стена заканчивалась. Поэтому мы развернулись. Идем обратно. Ну вот такая у нас получилась экскурсия. Своя экскурсия от нас. Что я скажу вам? Обязательно к посещению район Султан Ахмед в Стамбуле. Наверное. Ну вот мы ведь же первый раз в Стамбуле. И нам очень понравилось. Здесь очень исторические достопримечательности. Очень красиво. Поэтому обязательно приезжайте сюда, в этот район. Я уверена, что мы не все сейчас обошли. Тут еще осталась не одна достопримечательность. Мы хотим спуститься к Браморному морю. Сейчас еще попробуем. Если найдем отсюда выход, выезд, то еще покажем вам Браморное море. Просто уже начинает смеркаться, темнеть. Поэтому мы хотим отсюда выбраться и найти, где же мы припарковали наше авто. Вот мы идем к машине. Смотрите. С левой стороны, если стоять спиной, к обелискам. Вот домики, которые Google показывает. Разноцветные. Есть фото. Я просто вот посмотрела и узнала эти фото этих домиков. Здесь делают фреш. Видите, такие лавки. Небольшие, турецкие. Такие домики прям деревянные, маленькие, разноцветные. Мини-домики. То есть они, ну они явно не для жилья. Такие красивые, маленькие. Вот тут кафешка. И это мы начинали отсюда наш поход по достопримечательностям. Все, идем, идем вниз. Идем к машине. Тут, видите, такие узкие улочки. И вниз, вниз эта дорога идет к морю, я думаю. Сейчас мы попробуем, может быть, туда можно добраться пешком. Вот такие вот кафешки здесь, видите. Ну, очень интересная часть города. Это вообще мне очень понравилось. На самом деле. Вот именно для прогулки такой. Это интересная часть города. Номер один к посещению. Наша прогулка же не может закончиться просто так. Мы пошли погулять по улочкам. И смотрите, какие здесь миленькие улочки. Здесь, ну вот, тоже деревянный такой отель. Ресторанный. Ну, тут прям как какая-то другая Турция, я не знаю. Видите, какие домики? Ну, вот он снаружи такой красивый. А там, видите, они тут делали кирпич. Вот тут туры продают. Тут агентств много, которые мы вот проходили. Пишут на русском языке. Отели здесь. То есть, такой миленький райончик. Прогуляться по улочкам. Есть где. И он, кстати, не похож вот там, где мы жили в отеле. Бейглу, район, да, и Бешикташ. Они другие. Здесь вот он такой какой-то такой милый, необычный, такой стильный. Такие улочки узкие. Видите, все светится уже. Ресторанчики есть с террасами наверху. И рыбные ресторанчики, и турецкие ресторанчики. Турецкий чай наливают везде. Нам очень нравится турецкий чай. Мы на него присели. Вот, смотрите, видите, тоже ресторанчик. Вот такие улочки миленькие. И смотрите, как светло. То есть, светится все. Вон, фруктовые лавки. И не только, можно и чемоданы купить. И вот, смотрите, куда мы вышли. Отель The Rose Boutique. И там тоже такой миленький ресторанчик с такими цветными фонариками. Мы просто хотели море найти, но, по-видимому, к морю мы будем долго идти. Там вон дорога. Да, и там через дорогу идет море, и там кораблики, скорее всего, оттуда отходят. Но это нужно где-то переезжать на машине. Поэтому мы сейчас пешком не пойдем. И еще будьте аккуратны, потому что пешеходов не пропускают. То есть, если вышла на пешеходный переход, это не значит, что тебя пропустят. Вот, видите, лавки с коврами. С такими сувенирами. Лампами. Всевозможными. Если интересуетесь, то здесь можно купить такое. Вон, смотрите, ресторанчик. Видите, на террасе. Вон, на террасе. Во многих кафешках горят вот такие вот разноцветные фонарики. Создает это особый такой стиль какой-то. Красоту. Такой красивый район. Мы гуляли вчера по нашему району возле гостиницы, в районе Бейглу, Бешикташ. То как-то там тоже есть улочки. Может быть, мы не дошли до такой красоты. Но мне кажется, что там нет таких улочек. Каждый район, он свой, он другой. Не похож друг на друга. Да? Вот эти вот всякие платки, платки сувенированные. Не, спасибо. Предлагают нам скидки. То есть слово скидка самое волшебное слово в Турции. Да? Молодоженом скидка. Вот, нас приняли за молодоженом. Все, на этой такой красивой вечерней нотке говорим вам пока.